Есть такое понятие. Роковые моменты истории. Сегодня мы переживаем один из двух. Летом 2014 года индустриальный университет был признан неэффективным и присоединен к МАМИ. Все филиалы индустриального университета, включая наш, должны быть репетированы к лету 2016 года. Наш филиал погибает. В атмосфере почти всеобщего молчания. И судьба его как будто уже решена. Как быстро и легко оказалась забыта одна из самых ярких страниц нашего края. Филиал индустриального университета был создан в 1997 году по ходатайству местной администрации. В короткие сроки став одним из лучших высших учебных заведений города и районов. Профессиональный коллектив, в том числе ученые со школой МГУ и МИФИ, контракты с промышленными предприятиями и научными институтами, НИЦРКП и НИПХ, международная программа обмена. Еще пять лет назад далеко не все выпускники школ Сергеева Посада смогли освоить программу обучения филиала индустриального. Никогда не было фабрикой по продаже дипломов. Здесь надо учиться. Филиал был и остается высшей школой столичного уровня. И мы на это всегда работали. Нельзя, к сожалению, не сказать о том, что в последние годы филиал индустриального начала улетать затяжная болезнь, результатом которой стали коллективные письма преподавателей, студентов и их родителей против директора Львота Анатольевна Кончурова. Проведенное по распоряжению ректором и его проверкой выявило целый ряд нарушений, связанных с некомпетентными решениями дирекции. Как трудно было выстроить по камню храм наук, как оказалось легко его разрушить. Львота Анатольевна Кончурова приняла от профессора Клейникова, первого директора, в расцветающей гости. Я ныне принимаю от нее руины. Никогда и никто не отменит древнего принципа о необходимости отделять зерна от клеев. Да. Ослабленный в последние годы индустриальный попал. Не мог не попасть под реформу, как под пояс. Хотя имел шанс отстоять статус эффективного, даже в структуре обреченного МКИУ. Мы не прошли по четырем из одиннадцати показателей. Головной по семи. А ведь и сейчас, будь у нас шанс, уверен, смогли бы возродить индустриальный и взять новую высоту. Не случилось. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы в большой веке. Но не только мы. Весь город, весь район. Если наш филиал будет уничтожен, последствия этого так или иначе коснутся всех. Чиновники не раз говорили мне с грустной улыбкой, что мы бьемся за безнадежное дело. Траните время, Олег Александрович, зачем? Пусть так. Выходя из их кабинетов, я вспоминал слова адмирала Александра Васильевича Полчака. Даже от проигранного сражения должна оставаться радость сопротивления. Мы сопротивляемся. Потому что мы понимаем то, чего не понимают другие. Городу нужен полноценный университет. Так же, как нужен ему театр, как нужны школы, больницы, церкви. Нужен, потому что без него нет города. На прошлой неделе в Миноборно-науке области прошло совещание о судьбе высшего образования в Сергеевом Басаде. Этого добились мы. Рособорнадзор мог закрыть филиал уже в июне этого года. Но нет. Почти наверняка у нас будет следующий учебный год. И это тоже наша победа. Письма и ходатайства в защиту филиала на имя министра образования России и губернатора Подмосковья направлены от научных институтов и промышленных предприятий. И даже Российская Академия Наук вступилась за наш филиал. Много ли существует университетов и филиалов по стране, в защиту которых Российская Академия Наук возвышает свой голос? Мы обратились в приемную президенту, в Государственную Дубь, в Общественную Палату России. Мы сделали и будем делать все, что в наших силах и сверх того. Не забудем эту роль, которая сыграла в этом процессе Общественная Палата нашего района. Ее обращение стало в самый сложный момент нашим временным, но щитом. И особо я хочу сказать о помощи наших партнеров из Германии, из высшей школы города Фульда. Узнав о нашей беде, они по своей инициативе отправили министру образования и губернатору письмо, пронизанное редкой теплотой. Но в нем слышна боль. Я хочу прочитать вам несколько фрагментов. Уважаемый господин министр, уважаемый господин губернатор, с большим сожалению мы узнали о том, что принято решение о закрытии филиала МГИУ в Сергиевом Посаде. С 2003 года Университет города Фульда работает с Сергиево-Посадским филиалом в рамках партнерского соглашения, интегрированного в договор о побратимских связях между Фульдой и Сергиевым Посадом. За это время мы активно обменивались студентами и провели ряд успешных совместных научно-исследовательских проектов, в том числе масштабные испытания приборов по измерению климатических параметров Свято-Троица-Сергиевой лавры и ряде музеев города Сергиев Посад, в которых были задействованы студенты обоих университетов. Благодаря стипендиальной поддержке университета Фульда многие студенты Сергиево-Посадского филиала смогли закончить в Фульде магистратуру, что позволило молодым людям найти достойную работу в международных компаниях в России и Германии. Студенты университета Фульды активно принимают участие в ежегодном курсе русского языка в Сергиевом Посаде и имеют возможность проходить там практику и учиться. Филиалин ГИУ в рамках международного семестра. Особого внимания достойна программа летнего международного университета Фульды, в которой также принимают участие студенты из Сергиева Посада на стипендиальной основе, имея возможность изучать немецкий язык и культуру в течение четырех недель вместе со сверстниками со всего мира. Мы уверены, что все эти мероприятия наряду с научным обменом способствуют укреплению взаимопонимания между нашими народами и вносят большой вклад в развитие партнерства и дружбы между нашими городами. Нам будет искренне жаль, если Сергиево Посадский филиалин ГИУ прекратит свое существование. Продолжение следует...